На какую помощь от государства могут рассчитывать семьи с детьми и что нужно сделать, чтобы ее оформить и получить? По какому принципу многодетным семьям выделяют земельные участки и каких они бывают видов? Об основных мерах поддержки и тонкостях современного законодательства мы побеседуем с начальником управления социальной защиты населения Натальей Тимченко. Наталья Анатольевна, наш разговор хотел бы начать с того, что совсем недавно прочитал новость, которая меня удивила. 35% российских семей не имеют ни малейшего представления о том, какие льготы им положены и в каких случаях они могут их получить. Я так понимаю, в Сарове картина примерно та же. И наши люди тоже не до конца понимают, на что они могут рассчитывать. Поэтому наша задача, как мне представляется, дать людям максимально полное представление, хотя бы поверхностное, о том, на что они имеют право. И как раз сейчас, когда у нас по всей стране запущен огромный колоссальный нацпроект, самое время об этом поговорить. Добрый день. Я тоже слышала из средств массовой информации о той ситуации, которую вы сейчас описали, и была очень удивлена. Потому что у нас в Сарове, вот конкретно учреждения социальной сферы, я имею в виду и управление социальной защитой, и центр социально обслуживания граждан пожилого человека, центр социальной помощи семье и детям. Мы постоянно принимаем участие в радиопередачах, в телевизионах, даем интервью, даем информацию, стараемся донести до граждан нашего города. И через печатные средства, то есть и в газетах мы постоянно даем информацию, что нового, что на сегодняшний день есть в сфере социальной помощи жителям города. Как пожилым гражданам, так и детям, семьям с детьми. Но тем не менее ситуация действительно есть такая, что некоторые люди вообще даже не знают, что это такое социальная защита. Еще раз хотелось бы напомнить жителям нашего города, что управление социальной защитой оказывает меры социальной поддержки в виде выплат, то есть материальной помощи, в виде денежных выплат. Есть два центра, которые оказывают помощь гражданам на дому, если это пожилые граждане, которые одинокие граждане, не могут выйти из дома самостоятельно, не могут себя обслужить. У нас есть центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу улица Шверника, 11. Пожалуйста, обращайтесь к нам туда или по телефону, или же у нас есть у всех сайты, у всех трех учреждений, можно написать нам, обратиться к нам и в электронном виде, по телефону. Если есть знакомые, пусть придут, о вас заявят или позвонят, назовут хотя бы адрес, фамилию, и наши социальные службы выйдут к вам домой. Есть срочная социальная помощь. То есть поступил звонок, в течение часа у нас выезжают по звонку наши специалисты. Наталья Анатольевна, забегая чуть-чуть вперед, можно получить у вас телефонную консультацию, позвонить, обрисовать свой статус, кто-то есть, сколько детей, какой возраст, и спросить, какие льготы тебе положены? Можно, и у нас специально есть телефоны горячей линии, могу их назвать 98-126, 98-132, это управление социальной защитой. Но ситуация необычная, потому что у нас 86 видов выплат. Каждая выплата, она относится к той или иной категории, имеют право, а категории тоже у нас их несколько. То есть это настолько индивидуально, и чтобы по телефону ответить в полном объеме, к сожалению, мы этого не можем, потому что нам нужен пакет документов определенный. Тем более сейчас очень много мер социальной поддержки оказываются граждан в зависимости от дохода. И вот эти доходы в данный момент очень сильно влияют, имеете ли вы право на получение тех или иных мер социальной поддержки. Поэтому, конечно, желательно, чтобы пришли к нам в управление социальной защиты, которое находится на улице Мира. Дом 15, первый этаж. Работаем с 8 утра до 5 вечера, без перерыва на обед. В четверг до 19 часов вечера. И каждая вторая суббота с 9 до 12 часов. Пожалуйста, приходите к нам, наши сотрудники посмотрят ваши документы, объяснят вам, расскажут. Если нужна наша помощь, то мы сделаем. Потому что есть документы личного хранения, а есть документы, которые мы по межведомственному взаимодействию получаем. То есть какие-то документы мы сами получим, и будем вас отправлять, как говорят, гонять за справками. И это очень важно, чтобы граждане знали действительно, что им положено. Сегодня конкретно хочу донести информацию до жителей города, что у нас 7 мая 2018 года был издан указ президента Российской Федерации номер 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Утверждены национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития. Каждое это направление затрагивает наиболее важные сферы социальной жизни граждан страны. Всех возрастов. Да, всех возрастов. И вот в Нижегородской области также этот указ принят к исполнению. И также проекты разработаны по этим направлениям. 12 нацпроектов в Нижегородской области у нас разработаны до 2021 года, на которые будет направлено более 99 миллиардов рублей. Хотелось бы остановиться конкретно на проекте, который у нас финансовая поддержка семей при рождении детей. У нас очень большие изменения намечаются с 1 января 2020 года по мерам социальной поддержки как раз семей с детьми. Конкретно берем, значит, раньше мы в основном как-то все время говорим многодетная, многодетная, да? Но ведь семья, в которой один ребенок, это тоже семья. Такая же семья. Да. И на сегодняшний день у нас вот пришли документы на то, что с 1 января семья, в которой родился первый ребенок, у нас уже вот с 1 января 2018 года был на первого ребенка, мама до полутора лет, у нас получала пособие 10 тысяч 92 рубля и ежемесячно, да, получала до полутора лет. И при этом, правда, чтобы получать эти деньги, необходимо доходы предоставить. Если доход был меньше 15 тысяч 463 рубля, только в этом случае мы назначали это пособие. На члены семьи? На члены семьи, да. То есть, допустим, есть семья из трех человек. То есть, доход семьи там 45 тысяч, да, должен был составлять. Это вместе с ребенком? Вместе с ребенком. Ну, если вот папа, мама и ребенок первый, да? То есть, если меньше 45 тысяч, то мы это пособие назначали. И, к сожалению, у Саров, так как у нас, у Саров все-таки, ну, большинство людей работают, все. У нас, допустим, родилось в 2018 году около 300 первых детей, а выплаты мы производили только на 63, по-моему, ребенка. То есть, по доходам не проходили. Граждане, что сейчас? Какие изменения именно вот при рождении первого ребенка внесены с 1 января 2020 года? Если в семье родился первый ребенок, и у них доход в семье, то есть, изменили вот этот размер дохода, значит, он 22 496 рублей. Вот если ниже, на каждого члена, да, то есть, если умножаем на 3, папа, мама, да, 66, ну, даже 67 тысяч, то вот этому ребенку, который родился в этой семье, назначается пособие маме, назначается, и оно будет выплачивать теперь не до полутора лет, а до трех. Даже если мама на работу выйдет? Нет, если она будет. Вот это как раз, вот смотрите, для чего сделано. У нас, как бы, обязательно, да, посещение детского дошкольного учреждения с трех до шести лет. Это обязательно администрация, город, муниципалитеты обязаны предоставить место в детском саду с трех до шести лет. А вот до трех лет, до трех, это считается ясельные группы, и их, ну, так скажем, ну, честно, не хватает на сегодняшний момент в нашем городе. И вообще по стране как бы специально приняли закон, чтобы мамы до трех лет находились в декретном отпуск с ребенком. В первых, ребенок окрепнет, подрастет, и у мамы больше времени с ребенком общаться, как бы, тут было много моментов. Но те, у кого нет возможности такой, то есть финансовой, они выходят раньше. То есть она имеет право выйти на работу, он имеет право до трех лет находиться в декретном отпуске, он будет ей оплачиваться. Если раньше мы только до полутора лет оплачивали, да, только тем, кто родил третьего, там, четвертого ребенка, уже многодетного, тем мы до трех платили. И опять-таки не всем, а дохода. И у нас опять, вот, например, сотрудники ВНИЭФ не проходили многие, даже на третьего ребенка по особе не получали, хотя там сумма дохода. То есть сейчас увеличился нижний порог с 10 до 22 тысяч. И время, период, в течение которого выплачиваются деньги. И период увеличился, да. И сама сумма проиндексирована, она тоже так же. Наталья Анатольевна, вопрос. За этими деньгами тоже нужно самостоятельно обратиться, или они назначаются по факту? Вот, еще раз подчеркиваю, мы работаем, у нас заявительный принцип. Если гражданин к нам не обратился, не заявил, мы не имеем. Значит, у него все хорошо. Ну, и вот сегодня буквально обед пришлось проводить, да, люди постарше, все. Я объясняю соседям, что мы не имеем права в социальную службу насильно брать на обслуживание. Гражданин, все, человек должен к нам обратиться, или его законный представитель. То есть должно быть заявление. Ну, как в полиции, пока заявление не подали, вроде ничего и не будет. Если только человек одинокий, беспомощный, вот имею в виду пожилой, да, тогда социальные службы выходят и то. Сами понимаете, да, в общем, у нас сейчас заявительный принцип. Обратился гражданин, мы ему помогаем. Также на второго ребенка у нас выплаты, да, на второго ребенка с 1 января 2018 года предоставляется вот тоже в этом же размере пособие. На второго ребенка было, но оно, вот это ребенок, на второго ребенка, эти деньги, откуда они брались? Это же не мы, не социальная защита выплачивали. Вы все знаете, что если родился второй ребенок, государство предоставляет федеральный материнский капитал на сегодняшний день, который составляет 453 тысячи рублей. Вот из этого материнского капитала ежемесячно до полутора лет на второго ребенка вот эти 10 тысяч 90 рубля выплачивалось пособие. А сам капитал таял? Ну, естественно, с нового года он будет проиндексирован, где-то приблизительно на 3,8 процента, ну, то есть 466, что ли, будете считать, он не индексировался, вот года два, по-моему. Вот, и вот это пособие, пособие тоже будет выплачиваться, я так понимаю, но это лучше к пенсионному фонду обратиться, потому что я не буду, вдруг что-то не так скажу. То есть вот эти все выплаты на первого мы видим, да, на второго выплаты есть, а при рождении третьего ребенка у нас ежемесячная денежная выплата, вот у них была, да, трех лет, была, да, выплата, и она составляла 9 тысяч на сегодня, вот 9 тысяч 9 рублей. И вот у них был средний душевой доход 30 тысяч 741 рубль, то есть если меньше 30 тысяч, это третий ребенок, имейте в виду, да? Это опять же на человека, на человека, на семье. Да, вот смотри, третий ребенок, то есть три ребенка и папа и мама, да, на 300 тысяч доход в семье должен быть 150 тысяч рублей. Тут уже гарантированно большинство будет получать. Сегодня, на сегодняшний день большинство получает, но опять-таки не все, есть граждане, у которых доход выше, они не проходят, потому что хоть на рубль больше уже мы не назначаем меры социальной поддержки. Но тут тоже надо понимать, что это меры социальной поддержки. Но большинство у нас, да, рожденных третий детей получали, ну или, допустим, четвертый родился в семье, да, а они до этого не получали вот это пособие. Наталья, вы примерными цифрами владеете, сколько у нас многодетных семей, от трех и выше? Не примерно, а точно я знаю. У нас многодетных семей, кстати, я сравнение провела, вот я пришла в 2012 году, было 294 многодетных семей, на сегодняшний день у нас 571. Серьезно, просто? Вы же сами понимаете, там 18 лет исполнилось, они уходят, на самом деле за это время у нас было 1400 семей, которые были многодетны, вот с 2012 по сегодняшний год, но на самом деле, которые вот, три ребенка должны быть до 18 лет, 571 семья, вот на сегодня конкретно. И вот из этих семей, да, там же кто-то раньше родился, кто-то вот сейчас попал, попал под это законодательство, вот, они у нас получают там 200 с чем-то семей, получают на третьего ребенка. А вы как считаете, многодетные семьи, это все-таки исчезающие феномены, или по-прежнему есть люди, которые готовы их имам? Время, наоборот, возрождающиеся, все это, вот если у нас раньше было, я же вам сказала, цифры, было 294 многодетных, а сейчас 571 стало, вот за эти пять лет, да, и ситуация наоборот, я смотрю, больше рождают 4, 5, 6, понимаете, вот, главное через 2-го вот. Может быть, есть какая-то уверенность в завтрашнем дне, который не будет 90, например? Ну, это именно, да, по этой причине, что есть завтрашний день уверенность, стабильность и рождаемость. Так вот, я акцент хочу сделать на чем, смотрите, вот если на третьего ребенка мы платили эту выплату, да, я пришла потом мама к нам через год-полтора, и она родила четвертого, и мы ей это не назначали уже пособие, так как она правом уже воспользовалась. Как многодетная, она уже один раз использовала это право. С первого января, с первого января мы будем выплачивать и на четвертого, вот она получает, допустим, на третьего, да, еще третьего, у нас три года даже не спала, она получает, и она родила, ну, за три года, может, она родила четвертого ребенка, и мы на четвертого ребенка будем назначать ежемесячную эту выплату до трех лет, если они по доходам вот проходят, понимаете, да, и на четвертого, и на пятого, то есть на каждого ребенка, который будет рожден, усыновлен, это же не обязательно еще, если рожден, если усыновлен, да, то эта выплата будет ежемесячно у нас производиться. Это плюс огромный, я считаю, вообще. Для молодых родителей какой пакет документов нужно собрать и принести к вам? Я вот так вам не отвечу, потому что на каждое пособие свой пакет документов, нет стандартного, это обязательно свидетельство о рождении, да, паспорта, то есть те, что документы... Справки о доходах, чтобы подтвердить... Справки о доходах, это обязательно. Сейчас у нас практически все выплаты идут от дохода, но просто, например, на первого ребенка, да, доходы за 12 месяцев, допустим, на третьего ребенка доходы за предшествующие три месяца, там, допустим, по ЖКХ на шесть месяцев, ну, то есть они разные, я не хочу здесь это вводить в заблуждение граждан, но у нас есть перечень документов, который утвержден порядком, регламент, постановлением правительства, и мы работаем на основании этих документов, законодательных актов. Вот, поэтому я хочу сказать, что вот эти изменения значительные, это большое подспорье с семьям многодетным, и когда в статус многодетных переходит семья, это, конечно, увеличивается количество пособий, вот, размеры пособий совсем другие, ну, статус другой. Если, допустим, по электроэнергии у нас каждый гражданин имеет льготу на 50 киловатт, то многодетная семья на каждого члена семьи по 75 киловатт льгота, ну, и другие, там много каких-то таких у нас мер, есть пособия для многодетных семей, которые не зависят от дохода, то есть мы тут доходы даже не берем, есть просто вот многодетные, все, им положено, и доходы даже не спрашиваем, мы выплаты делаем этим семьям. Их там 32 вида выплат. Наталья Анатольевна, главная сложность, с которой сталкиваются люди, которые решают завести ребенка, это жилплощадь. Помните, как в советские годы очень удобно было? Количество членов семьи, минус один, столько комнат ты и получишь. У нас действуют в государстве какие-то меры поддержки именно по решению жилищных проблем? Вот смотрите, у нас есть различные программы тоже, да, жилищные. Причем они уже работают на территории Нижегородской области, и не первый год. Это вот и жилищная программа «Жилье молодая семья», да? Это вот на сегодня, в этом году 30, по-моему, 33 или 36 у нас выдано сертификатам семьям, в которые родителям там... Ну, семья, в которой не старше 35 лет, молодая семья. И мы выдаем сертификаты, то есть из Министерства социальной политики выделяется там определенная сумма на приобретение жилья. Понимаете, это же подспорье, да? Это здесь и сразу, или в очередь через несколько лет? Нет, вот они в очереди. Вот смотрите, они сначала в очереди стоят, да, и несколько лет ждут. Очень обидно, когда исполняется 35 лет, и мы исключаем из этой очереди. Вот есть такой момент грустный. То есть можно в нее встать и потом вылететь, потому что тебе 35 исполнилось. Да, потому что один год, допустим, нам 30 сертификатов дали, другой год только 7 дали. Ну, это зависит, наверное, от финансовых возможностей области. Ну, тут лотерея уже. Да, и здесь уже как получится. Но в этом году очень у нас многое, но я так посмотрела, со следующего года начинаются вот эти программы ипотека. Вот, и еще у нас работают программы на территории Нижегородской области, знаете, где метр не может превышать. У нас там, сколько, 39 тысяч рублей за квадратных метр. Это вот под программой развития строительства стандартного жилья в Нижегородской области. Вот, вы слышали, Охский берег, где-то в Руковске. У нас, кстати, очень многие жители Сарова воспользовались этой программой. Я лично таких знаю. Вот, да. Поэтому вот эти все программы жилищные, они все работают, и у нас в Сарове в том числе. Вот сейчас будет ипотека для молодой семьи, это надо отдельно приглашать, потому что там много нюансов, и такой вопрос очень тонкий. То есть ипотека для многодетной семьи, все вы знаете, там маленький процент, да, по-моему, у них идет еще что-то. Вот вопросов очень много, молодежь приходит. Это не высокая ставка, а все, что выше, субсидируется государством. Да, вот хотелось бы, знаете, тоже у меня просьба есть с этой темой разобраться и провести вот какой-то, может быть, и у вас здесь передачу, что-то, кто вот на эти вопросы. Может, конкретно, потому что вопросов очень много от молодых семей именно на эту тему. Ипотечное кредитование. Наталья Анатольевна, буквально вскользь программа предоставления земли под индивидуальное жилищное строительство для многодетных работает или не очень? Ну, закон-то принят у нас давно, да, конкретно по Сарову с 11 декабря 2013 года мы включены, изменения были внесены в закон о земле, значит, для многодетных семей. 103 участка в Сарове выделены, значит, 70, вот я только в цифрах четко не помню, 73 по улице Нижегородска, остальные по западной, значит, 30, да, 31 по западной, по-моему, а 72 по нижегородской. Но вот каждый раз я всем объясняю, что просто так эти земельные участки давно предусмотрены, но для того, чтобы их многодетным выдать, мы обязаны администрации, значит, власти обязаны провести туда коммуникации. То есть под индивидуальное жилищное строительство эти земельные участки должны быть инфраструктурой обеспечены. Ну, не просто поляна, а вода, а газ, свет. Да, все должно быть подведено, все коммуникации. Был сделан расчет подведения к одному участку, это 3 миллиона с лишним, точно не помню, 300 тысяч или 600 тысяч. Но, тем не менее, это 3 миллиона как минимум каждому участку. На 100 участков вы можете, то есть на это необходимо заложить деньги в бюджете. В этом году, вот я как депутат, мы, значит, эти деньги были заложены в бюджете. Проводятся эти работы, и я, как спрашивала администрация, да, что эти участки, вот как только будет эта работа выполнена, они у нас будут распределяться. На сегодняшний день распределены 12 участков под сад, огород. Там у нас очередь 67 или 69 семей. То есть человек выбрать может или под ИЖС, или под сад, огород? Нет. А нет? Нет, не такая система. Значит, изначально в законе было принято, в многодетной семье предоставляется земельный участок. В законе было так. Не было никаких ограничений. Многодетные и участок обязаны были предоставлять. Но в каком-то году были внесены изменения. Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство предоставляется только семье, которая нуждается в жилье. То есть те, которые стоят в очередь на жилье, которые не имеют жилья. Но так как изначально он был, у нас очередь сформировалась. И у нас там в начале очереди стоят люди, у которых и есть жилье. Но так как закон обратной силы не имеет, мы исключить из этой очереди их не можем. То есть кто не успел, тот опоздал. А те, кто первые успели, они у нас, хоть и имеют жилье, они все равно будут получать эти земельные участки. И вот сейчас мы, прежде чем поставить в очередь, я почему-то подробно расскажу, в этой комиссии по постановке. Они приносят нам справку, что они нуждаются, у нас жилье не признаны и малоимущими, и нуждаются жилье. И только после этого мы ставим в очередь на индивидуальное жилищное строительство. Если они не нуждаются, они имеют право на землю, но без коммуникации. Ну, сад и городов, о чем мы говорили. Да, вот о чем я говорю. Они могут получить землю, но без коммуникации. И многие граждане, я советую всем, пожалуйста, мы сейчас предоставляем садоводческому обществу мотор, который в сторону Девеева. Те, кто получили, очень довольны, я с ними встречалась, разговаривала. То есть, пожалуйста, там есть возможность. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с руководителем управления социальной защиты населения Натальей Тимиченко-Андарин-Долин. Большое спасибо, что согласились прийти. Я думаю, мы продолжим нашу работу и все-таки постараемся снизить от процентов 35, ну, хотя бы до 20. Тех, кто не знает, что и как им положить. До нуля будем стремиться снизить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова